Друзья, доброе утро! Второй час программы «Утро с нами» стартовал. Очень попросила Вильдана Милушева исполнить одну песню, но он говорит «Простите, мадам Леведева», но это не из моей оперы. Тогда я... Помнишь эту песню? Кто людям помогает, кто тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Можно прославиться. Друзья, друзья, сегодня антишопокляк в гостях. Дина Либман, директор Еврейского студенческого культурного центра «Гелель». Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Вновь рады видеть вас. А говорим мы на тему «Неделя добрых дел», которая завершилась. Добрые дела, добрые поступки. Вот очень интересно, потому что когда-то вообще изначально начинался это один день добрых дел, но у людей настолько накопилось... Много хороших дел. Мне, да, что хочется в неделю все это переросло, трансформировалось. Что натворили за эту неделю доброго? Действительно, в какой-то момент одного дня стало мало, и день преобразовался в целую неделю. Натворили очень много хороших положительных дел. Озеленили город, собрали достаточно много гуманитарной помощи для детского приюта в Симферополе и для детского приюта в Гвардейском. Был даже случай, вот очень такая милая душевная история. Позвонила женщина, сказала, я знаю, что вы в этом году не собираете ничего для гериатрического пансионата, но у меня есть памперсы, я знаю, что вы сможете их отвезти. И действительно, я заехала и отвезла их в гериатрический пансионат. Кроме этого, проводили мастер-классы для детей со специальными потребностями. Проводили студенты КИПУ, кафедры психологии. Была встреча студентов медицинской академии с пожилыми людьми. Они проводили мини-лекторию, мини-презентацию о профилактике диабета. Мерили каждому уровень сахара, дарили на память магнитик, где был записан уровень сахара. Были индивидуальные визиты к пожилым, одиноким людям. Вот я теперь понимаю, что неделя добрых дел, она со временем должна перерасти уже в год. Месяц, потом год. А вот я понимаю, что существует какая-то копилка добрых дел, это перечень, что можно сделать хорошего. А люди вот приходят и говорят, что мы вот хотим помочь и хотим участвовать в этой акции. Расширяется? Вы знаете, столько телефонных звонков, сколько было в этом году, в предыдущие годы не было. Очень и очень многие люди звонили с одним и тем же вопросом. Что я могу сделать, чем я могу помочь. И это приятно, и это здорово. Вот вчера, 10 апреля, Международный день добрых дел отмечал свое десятилетие. Как-то очень удачно совпало 10 апреля, 10 годовщина. И именно вчера по всему миру вышли на улицу более миллиона волонтеров для того, чтобы сделать добрые дела. Я очень горжусь, что среди этого миллиона есть 150 симферопольцев. А это именно те симферопольцы, которые вышли вчера. А вообще на протяжении всей недели больше человек живут? Это на протяжении всего, да? Все недели вы? На протяжении недели. А вот вы говорите, вам звонили, говорили чаще всего, чем помочь. Что они делали? Смотрите, все по-разному. Кто-то принимал... То есть я приглашала людей участвовать в тех акциях, на которые они еще успевали. Кто-то успел посадить цветы, кто-то успел присоединиться, собрать какую-то гуманитарную помощь. Все по-разному. Перекопать огороды. Перекопать огороды. Действительно. Тоже такое есть. Был и такой случай. Позвонила бабулечка и сказала, помогите мне, пожалуйста, мне нужно огород скопать. Откуда бабулечка знала ваш номер телефона? Еврейское радио. Еврейское радио. Хороший подход, мне уже нравится. Но так будет перерастать. Неделя все-таки не закончилась. Если есть еще какой-то посыл, я понимаю, что с 3 по 10 сегодня уже 11. Расширять неделю будем? Или пока что в этом году пока что все? Субботники сейчас активно идут. Знаете, вот, наверное, под таким лозунгом «Неделя добрых дел» пусть она остается неделей. Но я, наверное, повторю те свои слова, которые говорила вчера на закрытии недели. Я считаю, что совершенно не стоит ждать целый год для того, чтобы началась новая неделя добрых дел. У человека есть любая минута, и в любую минуту он может начать менять мир к лучшему. У вас ведь, вот вы говорите, там, ориентировочно примерно 150 человек. Они же все пришли туда, например, 50 человек, и вместе вскапывают огород, не знаю, там, или что-то хорошее делают. Они же друг друга не знали ранее. Они именно там и знакомятся, я так полагаю. Вы знаете, все по-разному. Были незнакомые люди, были хорошо и давно знакомые. И, в принципе, каждый год это число увеличивается и увеличивается. То есть, в основном, люди, которые подключаются к нам на какие-то акции, они потом от нас просто так не уходят. Они уже отдаются с нами. Вот и я же думаю, у вас семейство такое уже расширяется. Да, и мы каждый следующий год приглашаем уже известных нам волонтеров. Ну и, слава богу, есть новые. Скажите, были такие случаи, вот добрые дела оказывать, это очень хорошо, это приятно. А кто начинает вот пользоваться сверх меры? Пока, слава богу, я не сталкивалась с этим. Вот ты не подним... Кому ты такие идеи даешь, Светлана? Давай-ка вот... Хотя я думаю, что этот центр не обманете, не на тех напали. Я просто почему заговорил о том, знакомы ли люди или нет. Если они знакомы уже, так они вполне могут такими же группами, компаниями ходить, как тимуровцы уже, и на протяжении года помогать творить эти добрые дела. Я знаю, что люди именно это и делают, просто без лозунга «Недели добрых дел» и без каких-то особых транспарантов. И слава богу, я этому очень рада. А есть какие-то ограничения? Вот, например, если Милышев попросит ему там покрасить балкон... Дадим лопату. А, я сначала кому-то что-нибудь скопаю, а потом мне что-нибудь покрасить. Я понял. А, кстати, да, вот есть какая-то такая взаимовыручка? Ходите друг к другу, добрые дела делаете, помогаете? Да, помогаем мы друг другу. Как вас весело. Весело и продуктивно. А лето, как будете лето проводить? Насколько продуктивно? Какой-нибудь вылаз по такой всей группы турпоход? Ну, смотрите, в течение лета, да, бывают, конечно, и какие-то походы, и поездки, и семинары, и выезды на природу. Ну, то есть мы не сидим сложа руки. Ждем большого приплыва туристов. Вот как вы готовы встречать туристов? Вот идешь по улице, видишь, турист, и уже имея все равно какую-то практику, сноровку, как будете обрабатывать, чтобы он тут остался, дерево посадил, дом построил и денег положил. И все покрасил, да, и еще остался здесь навсегда. Центр обязывает. Ну, я об этом еще глубоко не задумывалась, но, по крайней мере, поприветствовать его здесь вполне. Это же самое доброе дело для Крыма в целом будет, чтобы как можно больше туристов привлекать. Вам большое спасибо за беседу, за то, что вы делаете такое доброе дело, за то, что неделя добрых дел живет, процветает и уже 10 лет с добрым делом. А когда следующее будет? Ждем. В этих же числах или там еще будут? Они немножко меняются, но это будет тоже весна, конец марта, начало апреля. Я думаю, что за всеми новостями, за всеми событиями, все, кто небезразличен, если человек хочет делать доброе дело, он обязательно и вас найдет, и откликнется, и еще будет предлагать свою помощь. Дина Либман, директор еврейского студенческого культурного центра «Гелель». Запомните это имя, добрые дела с человеком по жизни всегда. Вам огромное спасибо за интересную беседу, вы оставайтесь с нами. У нас сейчас риторический вопрос, помнишь? А, подожди, так риторический вопрос, не будем отходить. Давайте сначала вас спросим. У нас вот есть Маргарита Кондратьева, которая в рубрике «Риторический вопрос» вышла на улицы Симферополя и спрашивала у людей, какой бы они хотели обладать суперспособностью и почему. Ваша очередь ответить. Какая суперспособность вам больше всего нравится? Высыпаться за два часа в сутки. Даже зачем, я не буду спрашивать. Теперь настало трое. Теперь настало. Ладно, прямо сейчас риторический вопрос.